Мэр города Переславля Денис Кашурников останется на своем посту. Об этом на заседании городской думы Переславля заявил глава правительства Ярославской области Александр Князьков. В свою очередь власти региона помогут городу решить проблему с поставками тепла и горячей воды. Кстати, ее в Переславле нет уже три месяца. Но как выяснилось, это не означает, что отопительный сезон в городе будет сорван. Рассказывает Евгений Полковников. В Думе Переславля мэр города Денис Кашурников мотивировал намерение уйти в отставку тем, что не выполнил обещание дать к первому сентября горячую воду в квартиры горожан. У коммунальных проблем в Переславле многолетняя история. Централизации теплоснабжения препятствуют частные поставщики, у которых своя выгода. Дело дошло до судов, которые быстро таких вопросов не решают. По объективным причинам пока это сделать не удалось. Но на сегодняшний момент мы решительно занимаемся этим вопросом. Мы считаем, что безусловно все инженерные сети, все инженерные коммуникации должны принадлежать муниципалитету, а не частным инвесторам. Централизованным поставщиком тепла и горячей воды с мая стало муниципальное предприятие «Спектр». Его создали благодаря финансовой помощи региона. Как выяснилось, переславцы в курсе проблемы, поскольку заложниками оказались они третий месяц без горячей воды. Объясняют тем, что что-то там с теплосетями и что-то там со спектром энергетикам, с управляющими компаниями не то. Что город должен деньги за горячую воду, люди деньги заплатили, но оплаченности, видимо, не были. Какие-то здесь распри у вас, надо разобраться. Кто-то делит. Это не дело, честно, это не дело. Так что, сожалею. Отставку Кашурникова как мэра Переславля не принял глава правительства региона Александр Князьков. По его мнению, наведение порядка, в том числе и в сфере теплоснабжения, это один из этапов реализации областной программы развития местного самоуправления. А она не должна зависеть от споров хозяйствующих субъектов. Создав «Спектр», Кашурников этот порядок наводить начал. Его заявление об уходе – всего лишь эмоции. Считаю, что глава должен продолжать работу в своей должности. И как раз вот сейчас у него есть все условия, основания, значит, наша полная помощь и все необходимые консультации, поддержки. И поэтому вот именно он должен доводить эту работу до логического завершения. Уйти – это самое простое. Это не выход из ситуации, а вопрос здесь необходимо решать. Мнение главы правительства региона поддержали депутаты Городской думы. Кстати, они представляют фракции трех партий. Однако на этот раз практически единогласно проголосовали за то, чтобы мэр Переславля остался на своем посту. Только двое представителей депутатского корпуса воздержались. К 15 сентября власти установят тариф реализации тепла и горячей воды для муниципального предприятия «Спектр». Это значит, что отопительный сезон в Переславле не будет сорван. Отопление, значит, здесь жители не должны переживать. Оно будет пущено в любом случае, потому что эта история связана с чрезвычайной ситуацией, с ситуацией отсутствия теплоносителя в этот период. А по горячей воде, я думаю, что активность будем уже применять в той же методологии и вплоть до комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это после 15 числа начнется работа. 2 сентября, чтобы выработать тариф, в Переславле будет работать межведомственный штаб по подготовке к зиме. Однако уже известно, что цены на отопление и горячую воду для переславцев останутся прежними. Евгений Полковников, Василий Мосин.